Начинаем нашу пресс-конференцию первым представлением слова главному тренеру поддержки господа Пану Варшин. Мы в начале очень плохо не катали, были тяжелые, хозяи легко катали, их у нас проигрывали. Этот результат мог уже решиться в первом периоде, потому что у нас был очень тяжелый переезд с Раги. Мы прилетели в 5 утра, а я думаю, что всегда третий день тяжелый. После этого мы в 20 минуты сравнили крок и начали играть свою игру, где ребята доигрывали, уже какие-то моменты готовили. И третий период практически, нутили сопернику свою игру, забили голова. Жалко мне такого момента, как Женя, Артюх, ему удали, что это ошибка огромная, не могли опять потерять эту игру, потерять ачка. Это мне не нравилось. В целом могу поблагодарить ребятам за против так сильного соперника, таким сегодня цельская езда. И ачка на выезде после троих игр, 0-2. Это появились характеры, благодарю ребятам. Спасибо. Теперь слово главному тренеру ЦСКА, господину Барагину. Поведя в счете 2-0, имели реальные шансы, правильно было отмечено. Но самое главное то, что мы допустили ошибки, которые не допускали твердый период. Значит, шага у нас два раза находилась, мы ее теряем, и противник одевает голы. Поэтому самое обидное в этом поражении то, что мы ее проиграли сами. Значит, нужно было так же строго, системно играть до конца игры, не давая противнику практически никаких шансов. Значит, ну, опять эти ошибки вели, потому что мы получили три гола. И решающий, конечно, момент 5 на 3, надо было забивать. И, может, сразу начерт. И, может быть, даже вы выиграете гол. Ну, не забили, значит, будем работать над этим. Поздравляю. А он тут сказал подряд. Спасибо. Переходим к вопросам. Перед этим просьба журналистам представляться. И просьба особо не, как бы, по древу мысли не распыляться, так как гости наши спешат на самолет. Поэтому просьба акцентирована, так сказать. Проскин наносить по воротам. Прошу. Валерий Николаевич, вопрос такой. Вот старая шайба ворот ЦС5, наверное, с першиночкой залпыкана. Вот четыре шайба пропустил без галов, не играл три матча. Черябинство четыре, здесь четыре. А не желаете, что вы... Ну, я не думаю. Ну, и там первый голос добивания. Вторая шайба, получается, после захода бросила. Ну, тоже там ушел добивания. Не так. Бросок с трех метров, а на 5-й надо правильно играть. Не больше. Я не считаю. Еще вопросы. Павел Милос, что вы сказали после первого периода? Юлия Кувальчук от нас интриговал вот здесь, в Мирзоне. Какие слова наши вот эти не особенные? Это был секретарь нас дровал. Игорь. Я помню вам, как иду, вопрос главного тренера ЦСК. Вы сказали о том, что надо было забивать 5 на 3, в тонкие минуты 5 на 4, как же и все, да? Практически все это время у вас на нем находились досуг, двое радуровых, да? Выходился у вас гробовский. То есть, ну, не знаю, что нужно добавить. Это вопрос уже не мастерства, наверное, да? Ну, лучшие находились на нем. Лучшие. Но немножко упростить надо, не надо. Три ворота 5 на 3. Вот и все. А они грамотно сыграли. Они дали возможность бросать заднюю линию, а наши не бросали. Вот. То есть, одна наша. Если попросите еще один вопрос, так или иначе у Александра Радулова, лидера, именно на последних минутах, два подряд двух минутах удаления в ситуации, когда команда, в общем-то, отыгрывается, спасает матч, ну, как-то прокомментируете, оба удаления были не атаки? Ну, у нас есть наказание за это. То есть, вы считаете, он не прав и проявил не циклинирую? Конечно. Спасибо. Да, пожалуйста. Истерик из Вести. Скажите, пожалуйста, вы выпускали сегодня именно Борисгалову после этого длинного переворота в расчете на то, что он знает, поучу кайк и знает, что с ним делать? Да нет. Проект готов был на сколько процентов. И неделю готовился. Поэтому физическому он отлично станет. Это вот и выполнено. Минуту, минуту. Пожалуйста. Константин Ужденов, автор Кирова. У меня вопрос к Валерию Николаевичу. Скажите, пожалуйста, мы видели, что после игры в сторону раздела, Валов шли представители Роснефти. Заходили они? Да, заходили, поддержали ребят. Это был приятный очень момент. Значит, все впереди. Мы хорошо поддержали и, пожалуй, уехали. Спасибо. Еще вопрос, пожалуйста. Меньше ряда, первый спор. Валерия Иванович, а вы все-таки согласны с вашим коллегой, что ЦСКА сам отдал игру? А если нет, то все-таки какие коллективы вы именно внесли в перерыве, о чем вы уже спрашивали? Индивидуальная мастерство Ковальчука о первом году? Или Александр, в первом году? Все-таки эпизод или какая-то логика в этом переломном моменте, где ваша команда дал? Я не хочу объединить никого, но всегда соперник играет, как мог другим позволить. Что касается второго вопроса, он был только работал в первом периоде. Ближется, порвался. Он сказал свое, разговаривал, и я свое. Ничего другого. Так, сейчас вопрос Игоря, и приготовьтесь на последний вопрос. Еще есть вопросы? Последний вопрос. Один сенсорный по протоколу, это рекорд посещения ЦСКА, и вообще не выгождаешь так? Ну, почему? Да, это будет без. Очень хорошо. И поддержка была настоящая. Разрешите закончить. Спасибо, до встречи на хорьбе. До свидания.